Здравствуйте! Это факты мнения. И сегодня мы услышим мнение лучшего продавца всех времен и народов, автора книги, которая в прошлом году стала лучшей бизнес-литературой, человека, на тренинге которого очередь выстраивается на год вперед. Максим Батарев, известный бизнес-спикер у нас в гостях. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Наталья. Рад присутствовать у вас на передаче. Спасибо, что пригласили. Взаимно. Я знаю, что вы учились в военном вузе, в детстве мечтали быть суперменом, выросли. Мечта сбылась? Нет, мечта не сбылась. Я только на третий пути, не скажу, на середине, к своему суперменству. Не волшебник, только учусь. Но что-то смежное получилось, потому что вы же спасаете компании от плохой работы, да? В некотором роде вы супермен. Ну, знаете, я стараюсь. Ну, вы так прям начали с лучшей продажи от всех времен народов. Я так не считаю, да? Это же про вас все. Ну, у меня есть регалии некие такие, но я... Ничего не придумала. Это бы все. Вам все написано, записано. Да, да, да. Но немного даже, так скажу, выпячивать не хочу свои достижения какие-то, да? В целом, говорю, еще все впереди. Я примерно 30% пути своего прошел, я так думаю, наверное, к своим целям, нового порядка, который поставил. Что касается спасения компаний, я бы сказал так, Наталья, что это в целом иногда те, кто тонут, им даже спасательные круги не помогают, да? Бывает это так, да. И все зависит от человека, который находится в поиске спасения, никакого-то волшебного рецепта. А почему не продолжили военную карьеру? Кто вас сбил с пути? Ну, в моей книге написана история про это. Да, я читала, но хочется, чтобы вы озвучили. Ну, так получилось, что, к сожалению, как раз в такое темное время происходило мое обучение в военном училище. И у меня отец со стажем 22 года, 27 лет военной службы, подполковник. Отговорил? Ну, то, что было положено от государства, ему не досталось, так скажем. Не досталось. Сказал, не надо с ним. Жилье не досталось. Да, и так получилось, что он был чекадровым военным офицером. Сказал, что мы с ним поговорили серьезно, сказал, что мы уже послужили свое. Нужно другой путь. Да, другой путь. Максим, смотрю ваш послужной список. Прям выписал о себе. Лучший специалист по продажам. Лучший блок продаж. Топ-30 лучших денежных блоков. Словом, лучший, лучший, лучший. Вы прям легенда такая. Есть кто-то лучше вас? Конечно, есть. Я всегда чувствую живых примеров, которые есть лучше меня. И в каждом деле они находятся. И слава богу, что не есть. Потому что, если живых примеров нет, очень тяжело развиваться, расти. А так, ориентир появляется, ты за ним идешь. Я, знаете, у нас, если есть время, коротенькую историю расскажу. Давайте. Правда, я не помню фамилию человека. Почему живые примеры важны в жизни? Ну, она достаточно известна. Когда спортсмены не могли выбежать никак из 10 секунд в 100 метровку. Очень много попыток было выбежать, быстрее пробежать, чем за 10 секунд. Никого не получалось. Дошло до того, что ученые доказали, что физиологически, ну, физически, человек просто не в состоянии пробежать быстрее 10 секунд. Так устроен скелет, там, мышцы и все остальное. И тут находится человек, англичанин, который, я не помню фамилию, пробежал быстрее, чем за 10 секунд. И после него в этом же году еще 30 спортсменов выбежали за 10 секунд. Ну, и так далее. Это про живой пример. Когда живой пример в жизни есть, ты понимаешь, что это возможно. Тянешься к нему, в общем, достигаешь. И даже можешь преодолеть его результаты предыдущие. А когда живых примеров нет, ну, можно потеряться. И, к сожалению, я вижу среди студентов зачастую, что очень многие из них, ну, когда я лекции читаю, студенты, допустим, придумывают себе без живых примеров какие-то мифические небылицы. Кем они хотят быть в жизни, да, они ни на чем не обоснованы, вот, не подкреплены ничем. И когда такого опыта нет впереди тебя, и ты будучи студентом понимаешь, что я хочу изменить мир, вот так вот, да, в кавычках, то можно ничего не делать. Ваша первая сумма, деньги, которые вы заработали, и на чем? Что продали? Я работал в всю животную компанию. Хотя, ну, если так сказать, что с детства, чем я занимался, я продавал помидоры на трассе, допустим, стоял. Ну, как и все дети, которые в 90-е выросли, достаточно так непросто нам было. Там грибы собирали в лесу, там автомойки открывали, заборы красили и так далее. Вот, а так я работал в одной организации, 13 лет, и, в общем-то, внутри нее и вырос. Вырос внутри нее, продавал консультант плюс, это такие справочные правовые системы для бухгалтеров, юристов, где наше законодательство представлено в удобном формате. Получается, вы продать можете все, что угодно? Нет, не все. А что в списке запрещенных товаров, так сказать? А что хорошо продается? В списке запрещенных товаров то, что не приносит пользу клиенту. Например? Ну, я могу про высокопарные вещи говорить, две категории назвать. Допустим, нельзя продавать родину, мать родную, честь, достоинство. Ну, это не обсуждается. Да, да, такие вещи. Если, ну, давайте я постараюсь прямо достаточно сказать, ну, из конкретных примеров. Допустим, в начале 90-х, почему у нас только продажам такое негативное отношение? Ходили всякие мальчики в костюмах по офисам и продавали абы чё, абы что продавали, абы что продавали. Это абы что ломалось, не работало, либо, допустим, если это были билеты в театр, они были не настоящие, фальшивки. Вот это называется не продажа, а, ну, мошенничество, так скажем. Вы за честный бизнес, да? Да, да. Если товар, допустим, не приносит выгоду, если я вижу, что услуга, пользу не приносит по-настоящему, я продать это не смогу. Ну, потому что, как я и говорил, что продажа – это всё-таки обмен некого такого будущего клиента на его деньги. Ну, а прямо сейчас можете попытаться продать мне вот на кружку, например, с логотипом Кубань-24? Я с удовольствием бы это сделал, Наталья, но я не буду… Что говорить, что делать нужно при этом? Улыбаться, наоборот, грустить там, не знаю. Нет, давайте я лучше приглашу вас на свой мастер-класс по продажам, и вы придёте туда, и я за целый день расскажу, как сделать одну продажу. Да? Да, да, да. Хорошо, я запомню. Вы придёте? Приду. Ну, вот я продал мастер-классу. Отлично. Максим, скажите, толкового менеджера всё-таки, как волка, ноги кормят или мозги, голова? Абсолютно точно, и то, и другое. И то, и другое, потому что ты и выглядеть хорошо должен, и разговаривать нормально, и много работать. Откуда брать креативные идеи? Креативные идеи… Поведению бизнеса. То есть, ваша позиция не застаиваться в том, чего ты достиг, да? Ну, вы знаете, я сначала, моя позиция изначально, что сначала нужно научиться играть по правилам. То есть, играть так, как уже умеют. Опять же, про живые примеры, если мы вспомним ту историю про это. Что надо научиться играть по правилам в бизнесе, в котором ты существуешь. Потом уже, когда ты достигнешь чего-то, играя по правилам, уже тогда придумать свои какие-то добавленные стоимости, добавленные решения, которые могут уже твой бизнес развить дальше. Клиент всегда прав? Хороший вопрос. Клиент всегда прав или нет? Я бы сказал, что в целом, наверное, да, если он не обижает моего сотрудника. Вот так вот. Вы меня пригласили на мастер-класс, вот что касается этой вашей деятельности. Если послушать вас придет лишь один человек, вы будете работать? Завтра. Ну, да, если придет на мастер-класс один человек. В принципе. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я был, я когда из военноучилища ушел, я пошел в гражданский вуз, не буду называть его, в старый московский хороший гражданский вуз, и сразу на пятый курс. И для меня было шоком, когда я пришел на занятия один, вот это было там 1 сентября, я зашел один профессор, один профессор, и читал мне лекцию одному. Вот. Я сидел, ну, я в большей степени не вникал в предмет, а просто поражался тому, что никто не ходит на занятия, да, вот у нас достаточно там... Ну, все-таки, а вы? Я тогда подумал, тогда на его месте подумал, что я бы, наверное, на его месте развернулся бы и ушел. А это правильно? Вот. Но сейчас, спустя 13 лет, скорее всего, я бы работал. Работал, потому что человек, который в меня поверил и пришел ко мне, и там отдал деньги, либо просто пришел под какой-то договоренностью, я, наверное, бы поработал с ним. Ну, только индивидуально, не выступая перед ним, а индивидуально про него, про самого поговорил. Уже, наверное, сотнями можно исчислять людей, которые побывали на ваших мастер-классах. Даже уже почти 10 тысяч за 8 месяцев. Вот, отлично. После этого дела пошли в гору у них? Ну, судя по откликам, идут, идут хорошо. Начиная от принятия решения, там, допустим, избавиться от каких-то лишних сотрудников, либо, наоборот, там, изменить подход к тем сотрудникам, которых не замечал. Такое слово «избавиться» вы прям за то, чтобы прощаться с ненужными людьми, да? Расставаться. Я неправильно, наверное, выразился, но бывают разные сотрудники, разные ситуации, да? Вот, и заканчивая тем, что, действительно, некоторые решения, которые они услышали на мастер-классе, на моем, а мне вот пишут письма, они увеличивают результаты в подразделениях и в компаниях. Результаты меряются и в деньгах, и в прибылях, и в долях рынка, и в первых местах отрасли. Вот, что касается увеличения результатов, в вашей карьере был случай, по-моему, что за месяц годовую норму вы там продали, да? Что продавали? Ну, годовую норму по сравнению с конкурентами, с нашими. Я продал все то же самое, я консультант плюс, да, я занимался продажей именно этого продукта всю жизнь, вот, но мы очень сильно разогнались, остановиться не смогли, поэтому очень лихо сделали выполнить, ну, там не то, что выполнение, а перепереперевыполнили, там все планы. А что вы такого говорите клиентам, вы такой вот отличный переговорщик? Клиентам? Я говорю сотрудникам, я же, я как управляющий с ними работал именно в этот момент. Да, да, да. Что такого вы им говорите или делаете, что вот такой взлет сразу? Ну, нет, это, во-первых, медленный разгон, это, знаете, как, если вы ходите в супермаркет большие, типа, гипермаркеты, там, когда в субботу приезжают, тележку полностью с продуктами загружают, а потом, если разогнаться, вот, и на нее сверху напрыгнуть, ее уже не остановить. Ну, примерно то же самое, ты по кирпичику, да, по человеку, по какой-то мысли нагружаешь, нагружаешь, нагружаешь в подразделении свое, и оно потихонечку берет разгон, а потом уже я не нужен, потом уже я не нужен, потому что люди сами начинают. Ну, и вытекающий отсюда вопрос, идеальный управленец это пол, возраст, рост, вес, имеет значение? Нет, не имеет значения, ну, конечно, я считаю, что, хотя нет, я сначала задумался про возраст, но у меня есть живой пример, парня совсем молодого, который возглавляет компанию, там, больше трех тысяч человек, и у него все хорошо. Совсем молодой это сколько? 21 год. Ох. Да-да-да, вот, и заканчивая, там, за 70 лет. Нет, не имеет это значения, имеет значение самоотверженность, с которой ты работаешь, как менеджер, как руководитель, да, первое. Второе, насколько ты сильно хочешь улучшить своих людей, с которыми ты работаешь, перевести их на другие качественные уровни, это очень важно. Третья вещь, насколько ты сам последователь своим принципам, и вот, насколько ты можешь внутреннюю армию включать у себя, внутреннюю армию. То есть, личным примером быть для своих сотрудников, тем, как надо ввести подразделение, либо компанию вперед к новому языку. Таким локомотивом быть, да? Да-да-да, это русский менеджмент, он только так работает. А вы почему решили закончить карьеру менеджера и ушли в лекторы? Еще сколько дел? Я называюсь спикером, да. Спикером, ну, как угодно. Потому что результатов, которые достигал я в той деятельности, которые я достигал, никто никогда не достигал, вот так скажем. То есть, я являюсь для некоторых людей сейчас тем самым живым примером, вот. А у меня живых примеров уже не было, потому что я превзошел своей работой, со своей вместе командой, те результаты, которые когда-либо были самыми большими в нашей отрасли. Очень интересный разговор, а, к сожалению, остается мало времени. Наталья, мне так нравится с вами разговаривать, да. Я вынуждена задать последний вопрос. Формула успеха от Максима Батрева в трех словах, может, четырех. Больше нельзя, да? Можно. Ну, вот у меня есть формула неуспеха. И сейчас вот обратно я пойду. Мне когда-то подарили футболку, на ней написано намерение минус действия равно ничего. А намерение плюс действия – это пот, слезы, мало времени на сон, старания, тысячи книг прочитанных, тысячи разговоров. Это неудачи, падения, подъемы, смена стратегии, смена близкого круга, возможно, даже. И тогда, может быть, у тебя результаты будут, если повезет при этом еще. Я думаю, все, кто нас слышал, хотел вас услышать, поняли, что вы имеете в виду. С советами, как правильно вести бизнес, с нами поделился Максим Батрев. Удачи и до встречи.